Звёздный завтрак на радио шансон Знаем, с чем это связано Уже буквально три дня с небольшим остается Ну, это я уже сегодняшний день не считаю Он просто не умеет считать Я сегодняшний день не считаю Потому что день рождения, оно полночь Он, да, начинается в полночь Вот, поэтому три с небольшим остается дня До того, как Артур Руденко отмечит очередной день Почему же тогда Артур такой довольный? Иногда у людей накрывает преднерожденческая депрессия Ну, что? Знаете, однажды у человека спросили А в чем заключается ваше спокойствие? Он ответил В понимании и в принимании неизбежного Видите, какой мудрый Мы-то думали, что сейчас будем петь частушки Весельчак и Балагор к нам пожаловал Артур А он так сразу как начал нас грузить притчами Взрослеем, мудрее Я думаю, что человек к дню рождения Ну, рассказывай, рассказывай Есть ли у тебя специальная подготовка к дню рождения? Есть ли планы, мысли по поводу того, где и как ты будешь его отмечать? Скажу честно Может быть на сцене, как многие? Нет, в этом году как-то немножко Видимо, не та дата для того, чтобы как-то все это ярко отмечать А какая дата? Ты скрываешь воздух? Ты будешь ждать 60-летие? Нет Ты скрываешь воздух с обычным? У меня еще есть фора до 60-ти Есть репетиции на 50, на 55 Ты заявляешь открыто о своем воздухе? Да, конечно, 48 лет не будет 48 лет? Да, уже Красивая дата Да? Поизносился немножко Да ладно, нет Мы видели в какой-то прекрасной физической форме Ты, наверное, ежедневно истязаешь себя в каких-то тренажерных залах В планке стоит человек Ты в планке просто стоишь? Нет, я состою в партии Стройных и подтянутых мужчин 48 лет? Да, да, да Присоединяйтесь Хорошая баба Марине потом дашь ее геолокацию Она придет к вам на сбор Ну ладно, давайте как бы посерьезнее Все-таки Артур пришел не просто так Мало того, что день рождения Хватит ржать? Он еще и торт нам принес Невероятный Так еще и сегодня послушаем новиночку Новую песню тоже принес Новиночку Принес, да Торт принес в виде сердца Я думаю, ребята, вы покажете фотографию Пока не успеете его съесть Нет, уже вот посмотри Сейчас видишь Уже торт Кусочек видно Кусочек видно Подвинь чуть-чуть немножко к себе поближе И он в кадр войдет полностью Ну-ка, ну-ка, ну-ка Так Пожалуйста, не уравнись Смотрите, какой торт, друзья Там же еще мой кофе Розового цвета В виде сердца С какими-то печеньями и ягодами сверху Вот такой вот замечательный торт Розовое сердце Это мое признание любви Моему самому любимому радио-шансон Которого вчера Не то, что был день рождения Вообще, день радио был Ну да, да, да И для меня Лицетворение радио Это в первую очередь радио-шансон Потому что первая радиостанция Которая выпустила мои песни И, собственно, сделала меня Человеком Да Богатым, успешным Счастливым Радио-шансон Поэтому поздравляю вас С наступившим днем радио С вашим профессиональным праздником Спасибо огромное Мы совсем скоро начнем Дегустировать твой торт Но сейчас несколько Обязательных моментов Все дело в том, что Во-первых, вы можете, друзья Присоединяться к нашей беседе Пока это сделала только У нас единственная радиослушательница Оксана из Новосибирска Она уже начинает нам присылать Свои вопросы Мы хотим, чтобы вы тоже были Как Оксана из Новосибирска Присылали вопросы нашему Гостю Звезде Артуру Руденко Плюс 7909 В Новосибирску и Сибири Привет, пользуясь случаем Слушай, ну вот Оксана Как раз спрашивает Ты приедешь в Новосибирск В этом году ждать тебя? Очень хочу, да Надеюсь, что я приеду Не же мама сибирячка Сибиряка моим родным привет Остальные вопросы от Оксаны Мы зачитаем чуть позже, друзья Ну а сейчас В нашем эфире Запланированная премьера Давай, Марин Расскажи, что за песню мы послушаем Мы сегодня послушаем Невероятную песню Песню написал сам Александр Круг Песня называется «Отец» И в своей новой песне Александр просит прощения у своего отца И признается ему в любви Слова написал сам Александр Круг А музыку к его стихам Подарил Сергей Жуков И, кстати, Александр Круг К нам в эфир придет Уже после майских праздников 14 мая Ну а пока давайте послушаем Прекрасную песню Это премьера И делаем громче Итак, друзья В «Звездном завтраке» у нас сегодня Артур Руденко Я смотрю за твоими социальными сетями Наблюдаю пристально Ну так уж получилось, что мы дружим В социальных сетях Периодически друг друга даже Лайкаем, что-то комментируем Как много мы сейчас о вас узнаем Вот, и я хочу сказать, что У тебя очень активно Насыщенный этот год В плане гастролей Ты прям Что не день, то в каких-то разных городах Что с тобой произошло? Так, по-моему, так у Артура всегда было, нет? Так всегда у тебя было? Ну, нет, периодически у Артистов же такая, знаете, амплитуда То вверх, то вниз, то посередине Я смотрю, ты прямо из Белоруссии практически не вылезаешь Ты уже там сделал несколько туров Да, пользуюсь случаем Передаю привет белорусам С удовольствием всегда туда приезжаем Два тура у тебя было в Белоруссии? Да Два тура в Белоруссии Какие еще регионы, города, страны? Что запомнилось, я съездил во Владивосток Впервые в жизни побывал во Владивостоке Прикоснулся к Японскому морю И приболел, правда, потому что сгоряча, что-то я там без шапки ходил Но, в общем, я получил, по крайней мере, эстетическое удовольствие Действительно здорово, красиво Хорошо ли тебя встречали во Владивостоке? Чудесно Благодарная публика Да, да Владивосток, Уссуриск Что-то подарили тебе там, якорь какой-нибудь, нет? А мне самое главное подарили впечатления, воспоминания Спасибо Максиму, кстати А, ну это значит ничего не подарили Повозили меня с ребятами на остров Русский Я побывал, проехал по этому мосту Который вот на купюре Поездили по смотровым площадкам Нет, почему? Подушечку подарили Вот, вот Которую я чудесно воспользовался в самолете Перелет очень долгий И вот она у меня дома Ну, главное, такие воспоминания и такие эмоции Я думаю, что каждый человек, который живет в России Мечтает побывать и увидеть вот эти дальние для Москвы Это великолепие, да Там невероятно красивая природа Есть к чему стремиться Но мы сказали уже в самом начале нашей программы Что ты пришел к нам в гости в преддверии своего дня рождения А у тебя были такие ситуации, когда ты свой день рождения отмечал на сцене? Потому что у многих артистов, я знаю, это прям обязательная традиция Например, там, не знаю, Михаил Шуфутинский Всегда 13 апреля старается выступать Да, там, ну Да, с Михаил Шуфутинского Жека, Евгений Григорьев, да, в свой день рождения дает концерты У тебя были дни рождения? Конечно, были дни рождения, были на сцене Приглашал артистов, друзей И устраивали чудесные мероприятия Было весело, замечательно И на перспективу что-нибудь организую Ближе, наверное, уже К следующему К юбилею А, к юбилею В этом году какие планы по поводу дня рождения? Собраться с семьей или, может быть, Семьей по-домашнему Пообедать А вечером, не знаю, может быть, друзья подъедут Нежданчиком Хорошие друзья приходят без приглашений Поэтому Вот даже так? Все перспективно А можно адрес для хороших друзей в эфире озвучить? Хорошие друзья найдут Хорошие друзья знают Куда нужно их Ну что, давайте почитаем вопросы, которые присылают наши радиослушатели Их уже достаточное количество Вопросов очень много Дрон интересуется, есть ли у тебя какой-то домашний питомец? Да, конечно, у меня замечательная собака Той Пудель По прозвищу Ешка Просто любимица нашей семьи Я не представляю теперь жизнь Это в честь проданного Мерседеса? Нет, там буква Ж Ежевичка Ягодка, ее полное имя И пока выговоришь, уже забудешь, что ты хотел от нее Поэтому он Ежика Она Она Ежика Ежика Какая прелесть Она в костюмчиках ходит? Когда прохладно, обязательно, конечно Ой, я так и представляю, как Артур Руденко с утра Собираясь на прогулку с собакой Выбирает, какой костюмчик надеть Ежики Я извиняюсь, с утра не хожу с ней на прогулку Но ухожу Но у тебя уже достаточно взрослые дети В принципе, которые могут помочь, наверное, да? Нет, достаточно взрослые дети могут сказать папой и сам Нет, они сами хотели, это они, в первую очередь, просили собаку То есть они себе игрушку купили вот такую? Мне А! Оказалось, что мне, да, это моя собака, да Вера интересуется, как тебя встречали в Беларуси Чем тебя угостили? Что-то из местных деликатесов тебе запомнилось? Драники, конечно, наверное Обязательно драники, конечно же Колбаса пальцем делана Это домашняя колбаса Настойки местные тоже принимают настроение Но и в целом энергетика в Беларуси и от публики замечательная И любовь Прекрасный вопрос от Оксаны из Новосибирска Она спрашивает Если бы вы имели возможность встретиться с собой маленьким То что бы вы себе сказали? Маленькому Артурчику что бы пожелал И, может быть, предупредил о чем-то Не заводи собаку, с ней надо гулять Да, да, да Когда дети попросят собаку, не покупай Нет, наоборот, нужно было раньше завести Потому что это действительно большая Искренняя настоящая любовь Собачья любовь, мне кажется, номер один После маминой Потому что она благодарна и не просит ответ А что могу сказать себе маленькому? Ну, можем там пару пинделей дать Для того, чтобы не расслаблялся И больше времени А в чем ты расслаблялся в детстве? Я бросил музыкальную школу И немножко Это никак не помешало тебе, мне кажется? Может быть, да Да, это меня свернуло в нашу шансонную историю Да, так я стал бы академическим вокалистом И где бы ты сейчас был, а так-то ты, извини меня, звезда шансона Ну, тогда все в порядке Погладим бы себе по голове Сказал, молодец, Артурчик Вперед из песни, товарищ Так, у меня сегодня тоже день рождения Ну, не тоже, у Артура 12 мая будет день рождения Вот, а сегодня день рождения у Надежды из Кемерово Поздравляю, Надежда Да, пишет, что творчество открыло для себя твое давно Нравятся все твои песни Желает, Надежда, тебе, чтобы жизнь состояла только из позитивных моментов Спасибо тебе за проникновенные песни И вообще просто дай Бог тебе здоровья Спасибо, Надежда Вам того же с днем рождения, долгие лета Любви, благополучие и всех благ Давай пока сделаем паузу в чтении вопросов от наших слушателей Артур пришел сегодня не с пустыми руками Он принес торт и песню Расскажи про песню Ой, а может быть рановато про песню рассказывать Почему? Потому что сейчас у нас будет пауза Во-первых, чтобы люди слушали внимательно и не отключались Чтобы они знали, что их ждет Ну хорошо, давай Поем? Нет, нет, не поем Мне прислали песню, которая называется «Сердце выбрало тебя» Я прям влюбился в эту композицию Автор музыки Рызыков Рустам и автор слов Ира Эйфория Замечательный автор, который написали очень многим звездам песни Элипсу Михайлову и так далее В общем, замечательная весенняя песня, которая поднимает настроение всем Ну, услышим мы ее попозже, друзья А пока сделаем небольшую паузу Звездный завтрак на Радио Шансон Артур Руденко у нас сегодня в звездном завтраке Дорогие друзья И снова здравствуй себя И наступил тот самый момент, долгожданный момент, когда мы услышим новинку Ну вот теперь уже можно не скомканно, не двумя предложениями, а уже полноценно представить эту работу Рассказать, кто над ней трудился, кто делал аранжировки, кто сочинял, кто... Значит, песня называется «Сердце выбрало тебя» «Сердце выбрало тебя» Да, чудесное название, мне сразу оно понравилось И по прослушанию этой песни «Сердце выбрало тебя» Выбрало меня изначально, то есть эта песня И я связался с авторами Это автор слов Ира Эйфория И автор музыки Рустам Розыков А автор аранжировки Виталий Вишневский В общем, команда поработала, получилась красивая песня Ты с ними уже раньше работал, а они что-то тебе уже писали, или это новые для тебя? С аранжировщиком я раньше работал Вот песня «Одна на миллион», например, это его работа А с ребятами нет, впервые, но они такие топовые Авторы и Лепс поет, и Стас Михайлов их песни и так далее Да, то есть авторы уже именитые А песню я уже исполнял на концертах То есть я ее уже обкатывал Как ее воспринимают люди? Чудесно, да, да, да Реакция людей, публики замечательная Потому что от меня, как правило, ждут каких-то Забыть нельзя, все это грустно и так далее Полубелый снег! Нет, это мои хиты Я очень люблю эти песни, действительно, они замечательные Не один ты их любишь Да, но хочется именно вот в весеннем настроении Уже практически летнее Что-то веселого, хорошего, позитивного Поэтому вот эта песня сейчас кстати Ну что ж, летняя, веселая, позитивная, добрая песня Над Артуром Руденко Это премьера на Радио Шансон, друзья Так что делаем громче и получаем максимальную дозу удовольствия Поехали! Звездный завтрак на Радио Шансон Ну что, понравилась песня нашим радиослушателям Наталья пишет красивая, однозначно будущий хит И также свое восхищение от Андреаса И за Германией пишет Артур, вы молодец, восхищаюсь Гутен Морген Спасибо Слушайте, ну правда, очень классная песня Такая энергичная И потанцевать под нее можно не только грустить Это большая редкость Когда песня про любовь, про чувства И что она такая легкая И не заставляет грустить Не нужно грустить Не нужно грустить? А вообще сколько у тебя песен, Артур? Всего? Ты считал? Нет, не считал 200, 300, 150 Нет, 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 ну что Нет, нет, нет Я не конвейер Все делается искренне от души Без каких-то там конъюнктурных дел Я думаю, что песен 60, наверное 60, вот это да В принципе нормально Есть чем выступить в Беларуси На недельный гастрольный тур, я думаю И каждый раз песни не будут повторяться Новые, да Хотела я у тебя спросить Сейчас есть такой тренд Многие придают новое звучание своим старым песням Есть ли в твоем репертуаре какие-то песни Которые ты считаешь как-то необоснованно забыты И тобой, и слушателем Может быть песни, на которые ты в свое время делал ставку А они по какой-то причине не выстрелили И ты сейчас уже понимаешь Что может быть они звучат недостаточно современно И нужно их там переписать Переаранжировать Мы сделали аранжировку Немножко освежили песню еще вчера В одной из тоже моих лучших песен, на мой взгляд Сняли клип И если у кого-то есть возможность Я думаю, у каждого И зайдите на мой YouTube канал Посмотрите еще вчера Симпатичный клип И вот в новой обработке А вообще Периодически возникает мысль Например, сделать ремикс на песню Падал белый снег Вот мне интересно мнение радиослушателей Тебе хочется сделать ее танцевальной Падал белый снег Это тебе к Владимиру Ждомирову Да, да, да А почему нет? Я к тому, что песня классная И если передать ей новое звучание Может быть она заиграет Какими-то дополнительными красками Хуже-то не будет Старая же никуда не делится Вот в том-то и дело Хочется, если сделать какой-то ремейк Что-то переделать Ну, чтобы это было действительно по-новому интересно А не просто современные звуки подставить И это особо ничего не даст Так, а какие-то дуэты Вот тут приходит вопрос Да, вот Куся интересуется Не дает людям покоя Успех песни Виктория Вестница И народ интересуется Нет ли планов еще какую-то дуэтную песню С кем-то в ближайшее время записать, выпустить Планы есть, мысли есть А певицы нет Певица есть Песня нужна Самое главное это песня А с кем ты хотел бы записать? Вот не скажу А, ну это известно Известная нам певица или нет? Конечно Все свои люди Все свои люди Уже те, с кем ты пел? Нет, еще нет Нет, нет Это будет новая коллаборация А по поводу, ты говоришь, нет песни Как ты ищешь? Присылают Присылают люди песни Слушаем И все не то, да? Да, вот Особенно дуэт это вообще сложнее Если, допустим, мне песня понравилась Присылаю Моему дуэлянту Или дуэтессе Нет, не очень заходит Либо наоборот С той стороны присылают Вот мне не очень То есть Самое главное, чтобы она нравилась Двум исполнителям Блондинка или брюнетка Или рыжая Когда как Как и все женщины Такое Знаете, как в Одессе На рынке Мужик подходит Женщине Она продает Домашнюю молочку Там сметану Творог Молоко и так далее Ему нужно было молоко купить А там в банках стоит И непонятно, что это Где что, да? Да, он у нее спрашивает Это у вас сметана или молоко? Она ему отвечает Это такое Да, в общем Будем гадать С кем же все-таки будет Звездный дуэт У Артура Руденко Ну, а теперь не будем гадать Потому что песня Виктория Вестница В исполнении Артура Руденко И Виктория Олешки Чудесная история В этой песне В этой песне Я думал, ты еще хочешь Что-то рассказать Нет, нет Давайте послушаем Клеп шикарный Смотрите, слушайте Виктория Вестница Звездный завтрак На радио Шансон Артур Руденко У нас сегодня в гостях Дорогие друзья В Звездном завтраке Все вы прекрасно знаете Творчество Артура Руденко Потому что он, во-первых Лауреат премии Шансон года Во-вторых Он участник музыкального марафона Эх, разгуляй А в-третьем Он очень востребованный И весьма активно гастролирующий По нашей стране Ну, давай еще продолжим В-четвертых У человека шикарное чувство юмора В-пятых Это большой друг радио Шансона Я думаю, что нет людей Которые что-то могут Там за глаза плохое Говорить про Артура Потому что он реально Душа компании Совершенно без какого-то Беззвездной болезни Без какого-то пафоса Очень душевный Приятный человек Правильно? Не знаю Как будто у него день рождения Скорый Я пойду, наверное Я пойду поговорить В общем, тут Вера из Новосибирска Спрашивает Скажите, пожалуйста А ваши дети любят петь? Ваша любовь к музыке Передалась им по-настоящему? Кстати, очень хороший вопрос Учитывая то, что ты сегодня Не один пришел к нам Да, действительно Пришел не один Там меня в комнате ожидания Ожидает мой старший сын Когда у меня закончится эфир Нам дальше с ним нужно ехать по делам Нет Ну, немножко передалось Старший Он когда-то уходил в музыкальную школу Играл на барабанах Слушай, они у тебя мечтали стать футболистами? Старший играл Я мечтал, да Я попал в колено И до свидания Из спортзала Я пошел в актовый зал А старший играл в футбол Его даже брали Он играл в торпедо В каком-то младшем В среднем составе И почему не сложилась карьера футболиста? Ну, наигрался Потом ему захотелось играть в волейбол Ух ты Ну, тоже неплохо Он играл в волейбол Потом он пошел в спортзал И сейчас сидит за компьютером Потому что 11 класс Нужно сдавать экзамены Поступать в институт В общем, занимается Молодец Не поет Я видела этого мальча Он не пьет, поэтому в караоке не уходит Это вопрос времени Так научи Ты одесс Или кто, в конце концов Так, рано Мал еще Парень выглядит шикарно У него просто уже внешность артиста Поэтому я думаю, что всегда он успеет продолжить Если что Всему свое время И сыграть на барабанах у тебя На каком-нибудь концерте И, к слову, о концертах Когда, где тебя можно в ближайшее время Будет увидеть и услышать Сейчас в середине мая поеду в Сочи Там будет мероприятие солнечное Прям очень хочу уже туда Потому что хочется к морю, к солнцу Хотя я вот недавно был в Астрахани на рыбалке Там так загорел Чтобы быть здоров Прям обгорел Уже мажут Ты конкретно туда ездил на рыбалку? Конкретно, брат На рыбалку С целью просто половить рыбы? Конечно Или был концерт А потом после концерта? Нет, 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 на рыбалку Нет Да, да, да Наловили рыбу? Честно говоря, не особо Отдохнули хорошо Не повезло, да А куней там половили больших А рыбалки не было Почему? Потому что пустили воду Пошло большое течение Вода стала быстро подниматься А это не рыбное время Нам немножко не повезло А ты об этом не знал Что так будет Нет Предполагалось, что вода пойдет раньше Но как поется в одной из моих песен А на рыбалке рыба ведь не главная В магазине рыба тоже есть Главная, конечно же, компания Но и, безусловно, сам процесс Как будто это песня Анатолия Полотно Нет, по-моему, это Вилли Тугарев Нет, 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 ребят Причем я, кстати, на живой струне пел ее когда-то А что это за песня? На рыбалке рыба не главная, да Тебе должно быть сейчас стыдно, Артем Обычно ты знаешь все песни Да, мне сейчас стыдно Так, ладно, возвращайся к концерту Я могу реабилитироваться Просто не я веду живую струну Поэтому не слышала тебя есть И не было со мной на рыбалке, да У тебя два аргумента Концерт еще будет в замечательном городе Орск Слава богу, он уже восстанавливается И есть Наталья, которая нас туда приглашает Кстати, мы с ней познакомились на бархатном шансоне В прошлом году, что очень радует Шансон сближает людей Не только на замкнутом пространстве в виде корабля Но и потом мы продолжаем встречаться Уже будучи знакомыми Приглашают люди на концерт И вот я в городе Елец был тоже Приглашали на концерт, познакомились на бархатном шансоне А теперь едем в город Орск Для того, чтобы спеть песни Поддержать горожан Ну и, в общем, поднять настроение Потому что жизнь продолжается Солнышко светит И, как сказать-то Половодье позади Вода уходит, да А из Ельца Станиславу привет Замечательный парень В общем А в Ельце будет тоже концерт? Нет, в Ельце был Планируем еще тоже на осень В Сибирь куда-нибудь собираешься? В Сибирь планируем на осень же Потому что лето Может быть, поедем на юга Но во второй половине лета Так, а москвичей ты будешь радовать? Дорогие мои москвичи Какой-нибудь Дайте я вас сейчас расцелую Нет, серьезно В Москве будут концерты? Я думал по поводу дня рождения Что-то Потом что-то передумал Как-то настроение не было Сегодня, например Елизавета Трофимова Пошла по твоим стопам И тоже забронировала люстру Она сегодня как раз выступает Вместе с Сергеем Хорошее выступление, да Ну а ты какую-нибудь там еще Люстру для себя найдешь? Думаю, что да Надо что-то придумать действительно Почему мы заставляем его? Я не понимаю Так исторически сложилось Ну что же, дорогие друзья К сожалению, время в компании С Артуром Руденко пролетело Очень и очень быстро Нам ничего не остается Как еще раз всех поздравить С наступающим великим праздником С Днем Победы Спасибо тебе огромное День Победы Есть у меня еще 2 секунды? 2 ровно Значит 18 секунд Все, тогда не успевай Друзья, самое главное Всем мира, здоровья, благополучия Любви и много-много радости Тебя с наступающим Хотя с наступающим говорят, что не поздравляю С вами были Марина Дымова Артем Земин И Артур Руденко Пока Ура, друзья, хорошего дня Звездный завтрак На Радио Шансон